Приветствую вас, друзья. Сегодня в главной роли народный артист России Андрей Смоляков. Андрей, спасибо большое, что пришли. Завтра у вас... Спасибо, что пригласили. Очень важный отъезд. И вот накануне вы нашли время. У вас в театре премьера. И вот тут, наверное, народ по привычке ждет, что это в родной для вас... Театр Олега Павловича Табакова. Совершенно в родной абсолютно компании. Подвал, как называет сам Олег Павлович. Но в данном случае речь идет о новом, мне кажется, для вас сценическом пространстве. Это Театр Нации. Да, Театр Нации, которым руководит Евгений Витальевич Миронов, тоже будет носить свою артист театра под руководством Олега Табакова. Я напомню нашим зрителям, что в Театре Нации нет постоянной труппы. На каждый спектакль, на каждый проект выбирают артистов, и артисты получают конкретные приглашения. Иногда бывает кастинг, когда нет. Как было с вами? Было предложение от Евгения Витальевича. И все? Да. И что за роль? И что за спектакль? Ну, начнем с того, что это в основу спектакля, который ставит режиссер Филипп Григорян. Это уже не первая его постановка в Театре Нации. Он там ставил спектакль «Женитьба», спектакль «Камень». И, на мой взгляд, это очень интересный и одаренный человек. Не буду говорить гениальный, а то он услышит и зазнается. Но, так сказать, движущийся к этому. На самом деле. Потому что, да, Женя мне позвонил и сказал, что вот есть такое предложение. И сказал, что режиссером будет Филипп. И, собственно говоря, раздумья мои были абсолютно недолгими. Вот. И, конечно, история, которая предлагается уже сейчас зрителю, это история автора, история его произведения, взаимоотношения автора с героем, взаимоотношения автора с жизнью, что выливает автор, так сказать, в свои произведения, ради чего это происходит, как он уничтожает в себе чего-то, как он уничтожает потом свои герои, свою жизнь и прочее. Потому что художники, как правило, это люди, которые живут, помимо всего прочего, еще и со своими произведениями. Мне кажется, Андрей, очень важно в разговоре с Евгением Мироновым, первое, что прозвучало, это именно заводной апельсин, и что это Энтони Бёрджес. Прозвучало... Женя решил проверить такую тифону. Ты знаешь, кто написал заводной апельсин? Вот. Дальше я ему начал рассказывать по телефону судьбу Бёрджеса. Ну, во всяком случае, то поверхностное, что я знаю о нем, не особенно углубляясь. Так вот, и, значит, да, действительно, в основе вот заводной апельсин и автор этого произведения Бёрджес, судьба наделила его вот такой вот странной историей. В один прекрасный момент он был, заболел раком, рак у него был в области головы, и к тому моменту он подступил, он уже писал несколько прозаевских произведений, к тому же он был еще и композитором, он писал музыкальные произведения, до сих пор одно из них, исполняется в Англии, ну, так довольно-таки занимает свое такое достойное место. И к моменту окончания рукописи заводного апельсина у него, он, если сказать таким вот нашим современным языком, он исцелился. У него ушла болезнь, у него ушел рак, и он после этого еще прожил довольно-таки долгую жизнь. Да, в 93-м году он ушел из жизни, а история была в начале 60-х. Вот. И, собственно, вот рассказанный мной кусочек его жизни, еще плюс ко всему, тоже была трагедия в его жизни, у него была очень, так это, как-то грязно, наверное, можно так сказать, изнасилована супруга во время войны. Второй мировой, да. Второй мировой. Дезертиры какие-то чудовищные. Ну да, там это чудовищная история, и он, так сказать, считал себя в какой-то степени виновным, потому что он должен был пойти, так сказать, на этот самый, как это, увольнительную. Ему не дали, но она думала и знала, что он должен быть. Ну, в общем, какая-то часть сомнения его тоже терзала. И вот эти вот моменты, вот эти такие точки его жизни, собственно, Филипп Григоряный взял к рассмотрению вот в этом спектакле. Это не в прямом смысле драматическое такое повествование. Это может быть больше относится к категории перформанса. Это несколько сцен, которые каждая сама по себе, наверное, даже имеет определенное свое жанровое определение. Они различны. И вот собирая вот эту вот мозаику из этих сцен, вот Филипп дает возможность увидеть зрителю, что же это такое за процесс, из какого ссора растут стихи, что мы порою рождаем, исторгаем из себя, как это нас может пожирать, как это нас может исцелять, и как потом живут эти же герои. Ведь ни для кого не секрет, что, ну, я не знаю, многие ли читали у нас эту книгу, потому что все, наверное, больше относятся к заводной прессинге, к кинокартине, которую снял замечательный Стэнли Кубрик с молодым Макдавиллом. Но ведь удивительная вещь. Будучи англичанином, да, Бёрджис отдал права съемок на съемки своего произведения, и картина была запрещена, она не шла почти 20 лет. Премьера ее состоялась, по-моему, в 91-м году в Лондоне. И она уже к тому моменту была, она бросла какими-то легендами. Вот тоже такая вот удивительная, странная судьба. Да. И о чем еще хочется сказать, чтобы было, наверное, зрителю интересно. Про язык, наверное, на котором изъясняешься. Да, в силу того, что Бёрджис, он был человеком таким полиглотного свойства, он знал около 20 языков, и наш русский тоже ему был хорошо знаком. И вот создавая вот среду общения этих молодых людей, этого, по сути, он же так вывел этого героя, ну, скажем так, до чуть больше, чем половины, да, книги. Потом он, видно, то ли испугался, то ли сдулся. Ну, как-то он ее так простенько уже так закончил, как-то так. Видно, что-то там с ним внутри происходило. Но вот весь вот этот вот... Мы говорим про, скажем, одного из главных героев, потому что Алекс, это тинейджер, там, ему 15-16 лет, да. И вот этот вот эстетствующий ужас, и ему нужен был вот этот новый сленг, и он как раз вот туда, что называется, впаивал языки народов мира, которые были ему известны. И там очень много наших русских слов, там, этот бар молоко, то есть бар корова, там, подавали молоко. Вот, и в результате этого, конечно, мы при переводе не можем отследить прелести этого, да, но англичане это оценивают. Говорят, что это с точки зрения вот такой лингвистической, это интересно, это забавно. Ну, как если бы мы вставляли в наш язык русской пьесы кокни, да? Ну, это... Ну, как это сделать? Вот у нас это как-то вот не работает. Я тоже все время удивлялся, играют на русском языке там, а я вчера ходил на концерт, там группа Faces выступала. Ну, скажи ты группа лица, понимаешь, так сказать. Вот, почему-то Faces, ну, это отдельная история. Вот, и Филиппу, ему тоже очень было это нужно, как-то, хотя бы на эмоциональном уровне передать зрителю, как же вот это вот рождалось, вот этот язык, и он воспалил своим мозгом. И какой ключик придумали, подобрали? Он придумал мне, я бы сказал, что он мне придумал, он мне придумал головную боль. Была бы другая аудитория, я бы сказал другое слово. Он перевел через Google Translator с русского на английский, и потом через этот же Google Translator с английского на русский. Вся корявость, да? Там корявость без сопряжений, без всего. Это, учить это, я скажу, это самая великая мука, которая может быть. Потому что мы мчать, лежать, мир далекий, каждый из нас не видел во сне, вы все. Вот, да. Ну, что удивительно, это вот надо Филиппу отдать должное, все равно до зрителя не то, что доходит, а она очень внятна, логика, логика речи, логика этого монолога. И это рождает смысл существования персонажа. Она не лишена смысла, и плюс ко всему, так сказать, действительно рождает, правильно заметили, рождает смысл существования персонажа. Вот, но это, конечно, это некоторые испытания, это дерзость. Что за команда вместе с вами? И очень важно сказать, кто вы? Вы же не Алекс? Хотя могли бы сыграть его... Ну, тогда, лет сорок назад. Ох, как было бы жутковато. А кто сейчас жертва банды Алекса, да? Я играю автора, ну, так вот можно сказать, мы называем это Бёрджеста, как-то. Я играю... Писателя, да? Да, писателя. Александр Новин, артист, который сотрудничает с Театром наций много, играет вот этого молодого человека, условно, Алекс. Лена Морозова из Театра Станиславского играет супругу, и Антон Ескин играет вот такое абсолютно бытовое такое зло. Вот просто на уровне быта, потому что уже зло такое поэтическое, поэтизированное, эстетизированное, это уже отдаётся Алексу. Вот такая у нас команда. Артистический состав, прямо скажем. Ох, какой сильный. Ну, нормальный состав. С хорошим награундом. Главное, что работалось хорошо. Музыка. Много Людвига Ивана Бетховена. Девятый симфоний. Вот, и она тоже есть. Люстав Майлер, абсолютно трансформированный. И мой сурок со мною. Тоже Бетховена, кстати, Людвига Ивана. Ну, естественно. И Гёта, слова Гёта, насколько я помню. Да, и немецко-французском языке. Да, Серёжа, значит, делает хореографию. Я с ним первый раз работаю. С ним очень здорово работать. У него вот какая-то, я имею в виду Серёжу Землянского. У него вот это вот драмат... У него не просто хореография, а вот какая-то вот пластическое отображение драматической ситуации. Он очень в этом смысле тонкий и такой интересный режиссёр. У него и свои спектакли есть, вот именно в том ключе, в котором он работает. В общем, вот так вот. Андрей, а я хочу спросить. Вот кто-то из создателей спектакля, включая режиссёра, видел вашу работу в табакерке под названием «В ожидании варвара». Нет. То есть никакого в этом смысле ключика, опять же, для того, чтобы пригласить вас на эту роль, не было? Нет. Это предложение мне поступило от Жени ещё где-то зимой. Ещё и не было никаких варваров. Вот я просто сказал, что я вот могу тогда-то начать. Он говорит, ну и прекрасно, мы тоже вот тогда-то и собирались. И получается, что это первая премьера сезона в Театре наций? Ну да, потому что сезон у них начался, по-моему, сколько там, две-три недели. Но премьера – это первая. Да. Заводной апельсин – это первая. А у вас это двойная премьера. Ещё раз я просто хочу это проартикулировать, то, что до этого в Театре наций, в этой интереснейшей кампании, театральном организме вы не существовали. Нет. Ну что ж, поздравляю вас с абсолютно неожиданным погружением в эту среду. Ну, мне интересно было, я правда не лукавлю. Во-первых, я понимал, что это будет лабораторная работа, и хочется так на старости лет всё-таки как-то ещё что-то новенькое потрогать, неведомое. А Филипп, он в этом смысле режиссёр современный. Но я напомню зрителям, что Филипп – это Филипп Григорян, режиссёр спектакля. Успеха! Спасибо. Да, и пусть то зло, которое в реальности так исковеркало жизнь автора романа «Заводной апельсин» Энтони Бёрджеса, существует только на сцене, в вашем исполнении, и как можно меньше встречается нам в жизни. Лучше, чтобы вообще не встречалось. Лучше, да. Лучше даже о нём и не думать. И не думать. Спасибо. Спасибо, Андрей. Андрей Смоляков, народный артист России. Сегодня в главной роли мы говорили о премьере спектакля «Заводной апельсин» в Театре наций. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Спасибо. Спасибо, Андрей.